Как выбрать хорошего агента по сдаче недвижимости в Индии? Здравия друзья, с вами Ярослав Мудроворонцов И сегодня, находясь в Индии, я хочу поделиться с вами опытом, как выбрать хорошего агента, который поможет вам найти хороший дом, хорошую недвижимость на то время, пока вы находитесь на отдыхе И поделюсь только своим опытом, который у меня был вот за это время И вот за эти три месяца мы уже поменяли три дома И вот это самое, каждым разом у нас получалось, что каждый дом все лучше, лучше и лучше Да, сначала мы начинали, дом у нас был возле моря Но затем мы находили еще лучше, то есть хотелось что-то нового получить, новые ощущения и менять места Поэтому дорога есть И то есть приходилось общаться с разными, общались с разными людьми, с разными специалистами в области недвижимости Специалисты И в общем-то поделюсь с вами следующим опытом Смотрите, самое лучшее, самое простое это когда вы живете, когда дом сдает вам хозяин Вот его дом, он вам сдает и в общем-то он за ним следит, он обеспечивает, что если есть какие-то сложности Холодильник сломался или что-то там у вас в неполадке, сантехника и так далее То есть хозяин тоже появляется и он заинтересован в том, чтобы все отремонтировалось и у вас все работало Это первое, когда мы берем дом у хозяина Хуже вариант, когда ты живешь в доме, где находится хозяин То есть как бы, ну по моему опыту, это не очень комфортно, скажем Мне, например, не очень комфортно, чтобы в доме, где я нахожусь, что еще находился хозяин И чтобы я себя там, я в общем-то там находился рядом с ним Потому что, как правило, дом, который сдают хозяева, они пользуются кухней Ну и дают тебе возможность попользовать этой кухней тоже То есть ты как бы так в гостях, вроде ты за это платишь как полноценно Это, наверное, как у нас снимают комнаты в квартире с хозяйкой Вот, наверное, что-то такого Делайте выводы Окей, поэтому самый лучший вариант это когда ты снимаешь дом сам И ты, в общем-то, там сам себе хозяин И хозяин там не живет, и никто тебе там не мешает Ты сам себе хозяин, самый лучший И теперь, итак, у нас вариант, когда сдает тебе хозяин А самый распространенный вариант это когда тебе сдает жилье менеджер То есть менеджер property, property manager То есть менеджер, который управляет разными домами, которые под сдачу И вот какую особенность я заметил у индусов за это время Вот за эти три месяца Что раньше, все предыдущие разы, которые мы приезжали Мы снимали гостиницу Ну вот в этом году мы решили снимать домик И рады, скажу, что дом, да, намного выгоднее Удобнее, во-первых, выгоднее по цене И, ну, и лучше, потому что у тебя есть свой дворик У тебя есть своя кухня полноценная У тебя больше пространства Двор свой и так далее Ну, то есть Сравнить гостиницу, в общем, ну, мне больше нравится дом Хотя кому-то может нравиться больше гостиница Потому что в гостинице тебя, как бы, убирают регулярно Там уборщицы, чисто Но нет, как бы, такого своего единственного пространства Единоличного пространства, в котором ты можешь находиться И, в общем-то, а в доме она у тебя есть Поэтому еще недостатки в доме какие? То, что тебе надо все самому убирать, естественно Я не знаю, может быть, есть дома, где убирают уборщицы Приходят, но, в общем-то Вот в этом доме, в котором мы находимся Здесь я убираю все На улице я убираю сам Внутри убирают у нас женщины Поэтому... Здорово! Эй, пёсики! Поэтому, в общем-то, ты должен убирать Хотя, если снимаешь дом Есть дом, где как апартмент То есть у тебя есть там общая такая большая гостинка для всех И, допустим, на одном этаже там три комнаты Две-три комнаты Тогда вы... Возможно, там есть и приходят уборщи, которые убирают Ну, мы в таком доме не живем И... Ай... Намасте! И, в общем... Да, это вот по поводу преимущества дома и гостиницы Ну, плюс обычно в доме, когда ты снимаешь дом Ты платишь отдельно за свет И за интернет Ну, где как договориться? Например, в этом доме, в котором мы сейчас находимся В предыдущих домах мы платили отдельно за свет Отдельно за интернет Здесь, в этом доме у нас все включено И свет, интернет, то есть all-inclusive Цена недорогая В принципе, 30 тысяч мы заплатили За две комнаты У нас на этаже у нас три комнаты Ну, и, в принципе, одна комната у нас свободная Две комнаты у нас заняты Да, то есть Каждый по комнате имеет свои И довольно Нам хорошо и спокойно И кухня в нашем полном распоряжении Нет никого Посторонних То есть только люди из нашей группы Из нашей компании Да И это здорово Что еще надо сказать? Да, вот теперь о самом агенте Вот я хочу поделиться о своем агенте Потому что вот агент, который сейчас с нами работает Как бы я очень недоволен Потому что он пропал Насколько мы денежку заплатили ему Так он пропал И, в общем, 10 дней его не было Приходилось его вызвать В конце концов Вызвонили его Позвонили с другого телефона Не с того, что обычно звонили И вот так Ого, у меня телефон типа сломанный Был, все дела Короче, я не мог позвониться А, блин, а я ему смс-ки Посылаю Потому что у нас в группе есть люди Которым нужно продлить было визу У меня визу на полгода А вот, ну, другие ребята У них визу нужно было продлить Экстеншн сделать Потому что заканчивалось 3 месяца И пишу смс-ки Страшиваем ему Да, что, ну, чувак Надо появиться Давайте, нужно срочно там Си-форм и так далее То есть нужна ваша Ваша помощь нужна Без которой никак нельзя Продлить визу Мужик, в общем, пропал Вообще никак Никак не отвечает Вообще И Что особенно Как определить Как различить такого человека С которым ты можешь иметь проблемы Прежде всего Как правило Когда у такого менеджера Много property Когда у него много Скажем Гостиниц или домов Которые он управляет То есть ему надо там-там-там Бегать-бегать Ну, а индусы Как правило По своей Не все, конечно Ну, как правило По своей природе Они очень медлительны Здесь погода такая Не способствует тому Что бегать и рануть Это Это не Исткост Это не Восточное побережье Америки Да, не Европа западная То есть здесь люди Живут в удовольствии Живут спокойно Не напрягаются Ну, плюс Сама погода Тому способствует Да Соответственно Это нужно Учитывать И вот если человек Вы спрашиваете у человека Сколько Ну, у вас еще есть Гостиниц там Домов Которыми вы управляете Чем больше у него гостиницы Считайте Тем меньше времени Будет вам для вас Или что-то у вас случится То есть Что он приедет Сразу решить ваши проблемы Сомневаюсь Пока Это важный момент Ну, и Еще такое важное Правило Я для себя сделал так Как говорил Стаббендер Если вы хотите Хотите Чтобы я Как вы сказали Утром Стулья Вечером Деньги Да То есть Чтобы я купил у вас Стулья Значит Сначала стулья Потом деньги Утром стулья Вечером я отдам деньги Если вы мне стулья Принесете Вечером То деньги я отдам утром Вот такая же фигня Должна работать Здесь с индусами По моему опыту Я вам скажу точно В двух домах Подобная штука была Да Вот в одном и втором доме Хотя В предыдущем доме Там был Вроде как Парсональный Риэлтор Который продает Там недвижимость И прочее Здесь Только Здесь у нас Менеджер попался Но все страдают Эти два человека Страдают тем Что сказал одно Делает другое В первом доме Нам повезло Мы жили у хозяина Ну как у хозяина Дом большой Половина дома Отдельно Вход У хозяина А у нас отдельно Прямо Наша отдельная Половина дома Наша отдельная Кухня Все отдельно Мы с хозяином Никак не пересекались Но что хорошо Хозяин Всегда Что какие-то вопросы Там с интернетом Там с водой Все он здесь Он тут же Я ему сказал Он тут же Бум порешал Причем человек Да Мусульманин Такой молодец Мне кажется Мусульмане Более шустрые Более такие Они Более деловитые Я бы сказал так Даже вот район Здесь В Индии Проезжая по местам Где больше так живет Часть Мусульманского Людей Мусульмане Индусы Мусульмане Как это более Как это более красиво Как это более ухоженно Более богато Скажем так Чем Чем вот Там где индусы Ну я имею ввиду Общественные места Скажем дорога Там обочина И так далее Ну это только мой опыт Может быть это не везде Так происходит То есть У нас хозяин был Мусульманин И все вопросы решал Очень быстро Сразу Там интернет Там водички Нам привозил Стирал нам Раз в неделю Постельное белье Давал В общем здесь Я понимаю Что нам самим Надо стирать Как правило Это еще один такой момент Когда вы снимаете Свой дом Надо стирать Постельное белье А некоторые Даже умудряются Говорят типа Приносите свое Постельное белье Предыдущий дом Нам типа нам Там хозяйка В Англии А у нее тут Агент И она оттуда Там руководит Типа свое Постельное белье Своё то Своё это Ребят Вы что Нормально Сейчас буду ведра Буду покупать Буду мочалки Покупать Буду покупать Тряпки Кастрюли Тарелки Сейчас буду Прямо с этим Буду возиться Это все должно быть Помните Что это Когда вы берете Дом в аренду Это все должно быть Должно быть Посуда Все самое Необходимо У вас должно быть Посуда У вас должно быть Ведро Два ведра Как минимум Одно для того Что купание Омовение Другое Постираться Должно быть Ведро Для того Чтобы помыть пол Кухонная Утрость должна быть тарелки кастрюли посуды и так далее все что это все должно быть это все должно быть то есть как по это нормальные условия которых вы снимаете дом окей вот я так особенно когда снимаешь его там скажем на три месяца если снимаешь на год может быть там как-то по-другому ну как правило вот так вот такие такие короткосрочные съем и особенность вся дом идет как бы как апартмент допустим вот у нас на этаже у нас три комнаты да на первом этаже так он на втором этаже там четыре комнаты и это считается как бы как апартмент на типа ну отдельно парк не так называть то есть здесь как бы все люди разные да как бы ну теоретически мы уже люди все разные же да там в одной комнате один человек живет другой другой и так далее и каждый же не будет ходить со своей мочалкой со своим моющим средством своим ведром пола и так далее то есть вот такая штука еще такой момент друзья то есть так с агентом понятно значит деньги наперед не давайте все подписывать то есть контракты все должно быть написано что входит интернет там газ свет снимайте показатели счетчика обязательно у вас вода убедитесь если свет или не вода как правило но не входит потому что качайте насосом с колодца когда вы платите электричество убедитесь что вы сняли датчики данные счетчика здесь очень замудренные счетчики электронные они очень замудренные там очень много показателей поэтому вы должны четко спросить у своего арендатора где счетчик по которому я буду платить вы снимаете видео снимаете фото делаете этого на день момент и записывать все контракт какие показатели вашего предыдущем доме на на нам сказали что за типа будет две с половиной тысячи будет за руби за за свет и ну из интернета еще раз и не хотели но по факту оказалось что мы всего там по на жгли света там на 800 руби но это хорошо что просто мы посмотрели да и это посчитали сколько вот ну в общем индустрии падания на смыть типа все так ну типа две с половиной тысячи платить и все нормально типа не не давай посчитаем короче вот такая штука это по поводу света электричества ну вот друзья пожалуй все ваши исполнения дополнения пожеланий добро пожаловать в комментарии наш канал youtube ведодом наш чат ведодом на телеграм основные наши источники где мы делимся информацией мы путешествуем по миру и делимся всем тем хорошим что к нам приходит если у вас какие то вопросы что вы хотели еще узнать пока мы находимся здесь в индии пишите с радостью отвечу поделюсь с вами тем что я здесь вижу всем любви и радости живите в благости с вами ярослава мудроцов академии семейных отношений ведодом это ингцентр green mind life а мы new lifestyle creators мы путешествуем по миру собираемся самое лучшее и делимся с вами чтобы жизнь была прекрасна вместе мы расширяем пространство знаний если что-то есть у вас делитесь всем любви и радости намасте я знаю и ты знаешь ты можешь это сделать делай это прямо сейчас green mind life намасте